Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ. Меня зовут Александр Вальбин, программа «Разбор полетов», а вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии замечательные люди, мои друзья, наши друзья Александр Цинкер, политолог и замечательный журналист радио РЭКа Цвизильбер. Добрый день еще раз, друзья. Добрый день. В Тель-Авиве прошла очередная незаконная акция, подчеркиваю, незаконная акция протеста представителей эфиопской общины. Как и в прошлый раз, ее организаторы заявили, что протестуют против полицейского произвола и насилия. Как и в прошлый раз, манифестация переросла в стычки с полицией. Как и в прошлый раз, арестовали несколько самых рьяных борцов, за равноправие и, надо полагать, как и в прошлый раз, всех их отпустят без каких-либо для них последствий. В связи с этим у меня, друзья, к вам вопрос. Власть в очередной раз продемонстрировала свою слабость и беспомощность по отношению к эфиопской общине или же, наоборот, проявляет мудрость и столь необходимую в данной ситуации терпимость. Давайте попробуем отделить суть от жупела. Я просто так получил, что я вчера проходил мимо, так вот, там полицейских было больше, чем демонстрантов. Полиция сразу, еще до начала демонстрации, пригнала туда спецназ, автобусы тюремного управления, по всей видимости, они готовились к массовым арестам. Было просто совершенно невероятное полицейское присутствие. Мы можем очень глубоко входить во всякие там теории заговора по поводу того... В котором часу ты там был? Это было где-то в районе шести... А, ну они с полдевятого собрались. Пяти-шести часов вечера где-то. К восьми полдевятым. И они сумели перекрыть опять Айалон и так далее. Полиции было очень много. Триста человек. Полиции было очень много и огромное количество автомобилей и так далее. Так вот, я возвращаюсь. Мы можем входить во многие теории заговора, типа, кому это выгодно, кто за ними стоит, что их направляют белые ошкеназы и так далее, и так далее. Ну, говорят, такое... При всем при том, что, разумеется, мы обращаем внимание на вот эту вот внешнюю сторону. Разумеется, никто не может одобрять какие-то там нарушения порядка. Разумеется, когда на некой волне протеста хотят прокатиться самые разные там анархистские другие организации, это никого не может радовать. Но, тем не менее, проблема существует. Я не знаю, является ли это проблема расизмом. Очень может быть, что это просто проблема такого некого израильского стереотипного мышления. Да, вот классический пример, который приводит часто представители выходцев из Эфиопии, которые здесь очень много лет живут и получили здесь образование. Тем не менее, к ним там где-то на улице или в транспорте, или в торговом центре подходят и спрашивают, не хотят ли они убираться у них в квартире. Ну, разумеется, у белых израильтян. Известная история, да. То есть, существует некое стереотипное мышление в отношении Эфиопов. Может быть, 20-15 лет назад, 20 лет назад это не так их напрягало, но сегодня ведь... Извини, Цвет, 20 лет назад было такое же стереотипное мышление по поводу новых репатриатов из бывшего Советского Союза. Когда подходили, предлагали убрать квартиры, пойти выпить водки и так далее, и так далее. Окей, окей, принимается. Принимается, совершенно верно. Но это мышление вообще как бы свойственно Израилю, как... Каждую новую волну Алии воспринимают, да. Воспринимают стереотипно. Сказать, что у нас нет, у нас, у русскоязычных израильтян нет там стереотипов по поводу марокканцев. Каждую волну французского волны и сейчас не воспринимают стереотипно, как им не предлагают убираться. Окей, но вернемся к эфиопам. У них за эти годы в Израиле появилась сейчас некая новая элита. Это не кейсы, которые поначалу пытались взять на себя эти функции. Кейсы потеряли полностью свой авторитет. Кейсы не поддержали репатриацию фалашмуры. Кейсы не могут конкурировать с раввинами, поскольку представители эфиопской общины больше не хотят обращаться к кейсам, обращаются к обычным раввинам по каким-то религиозным надобностям. Я чувствую, что это влияние США, прежде всего. Возможно, возможно. Кстати, Увадий Иосиф был первый, кто признал их вообще евреями и открыл фактически двери в Израиль. На сегодняшний день у них эта элита появилась. Очень много адвокатов и инженеров, люди с высшим образованием, даже со второй степенью. Не знаю, есть ли доктора наук, не слышал. Возможно, есть и доктора наук. Но в любом случае эта элита появилась. Их не устраивает соответствующее нынешнее положение вещей. И, в принципе, я не знаю, насколько правомерны их крики о расизме, но я допускаю, что расизма тоже немало в израильском обществе. Наверное, не только по отношению к ним. Наверное, не только по отношению к ним. Но он есть, он присутствует. Смотри, на мой взгляд, это присутствует практически в любом обществе, можно это найти. В любой стороне. Совершенно верно. Главное, это отношение общества к этому. Наше общество это осуждает, порицает всячески. Опять же таки, нынешний протест, он вовсе не базируется на самых свежих новых репатриантов, которые только приехали. Это протест тех, кто безукоризненно говорит на иврите, без акцента, кто умеет читать, писать, кто идет получать высшее образование и так далее. И в этом смысле, несмотря на всю шелуху, которая набирается всегда вокруг этого, надо понимать, что раз они вышли на улицу, значит проблема существует. А раз существует, значит надо как минимум попытаться понять ее и подумать, как ее можно решить. Никто не отрицает, что проблема существует. Саша, все-таки то, что происходит, это сигнал власти о ее слабости или наоборот о мудрости, которая не разгоняет силовыми, как положено, методами то, что происходит. Ведь незаконная демонстрация была. Смотрите, у нас, наверное, это с точки зрения оценок, положительная оценка, нет таких случаев больших, если вспоминать, чтобы полиция разгоняла даже незаконные демонстрации, как мы видим, и в странах Запада, и в странах бывшего Советского Союза, там иногда смотришь, довольно-таки жесткие столкновения. Но я хотел о другом сказать. Вот СМИ рассказывал, я вспомнил год назад. Я попал тоже на такую демонстрацию, я выходил из филармонии, они там же собираются возле Габимы, и потом потихонечку идут по... Ну да. Вот тогда было очень много народу, и очень мало полиции, кстати. И даже те люди, которые шли, вот эфиопские группы, они шли с улыбкой на лице, даже немножко пританцовывая, причем были большие массы, с лозунгами, требованиями. И вот та демонстрация, когда я на него смотрел, мне интересно было вникнуть, что они хотят, потому что это было такое как бы натуральное явление. Сейчас, когда вот происходят вот эти демонстрации, у меня такое ощущение, может, я не прав, но это, в общем-то, организованные мероприятия, за которыми стоит Оргкомитет. Я не буду даваться, кто в него входит и откуда... Так, личности известны, они дают интервью, откуда-то... Окей, да, но сейчас я не об этом хочу сказать, что сейчас это организованный процесс, и, в общем-то, они пытаются... Это же организованный беззаконный процесс, потому что... Ну, сегодня, в этот раз было, не было разрешения. В следующий раз, вполне возможно, они могут получить его, потому что все равно выходят, уж лучше дать разрешение в каких-то рамках это провести, потому что с ними, в общем-то, не хочет полиция идти на столкновение, это наши же граждане Израиля, они не требуют какого-то конституционного переворота, их требования, в общем-то, укладываются в рамки социально-экономических проблем и каких-то морально-эстетических, поэтому бить и разгонять дубинками не имеет смысла. Но я хочу сказать другое дело. У них сегодня такая выборочная ситуация. С одной стороны, они, вполне возможно, решают более глобальные вопросы, которые даже не они, может быть, и ставят. Это к тому, кто там дергает, и какие изменения предполагаются, или желательно проводить в Израиле. Но в рамках всего этого эфиопская община думает, по крайней мере, или планируют, или даже не вся община, а какие-то руководители, получить, ну, будем говорить так, от этого израильского пирога определен еще кусок. Хотя, очень часто пишут, например, новые репатрианты, или уже репатрианты не совсем новые, говорят, давайте поставим одинаковые условия для репатриантов из бывшего Советского Союза и Эфиопии, по крайней мере, по поводу суд на строительство, да, так называемый Машкант, который несоизмеримый и так далее, и так далее. Давайте делать, если ровные отношения, давайте во всех отношениях, чтобы были равны новые репатрианты. Но к этому же не идет. И поэтому, я думаю, полиция поступает правильно, что пока она не доводит, в общем-то, до каких-то экстремальных мер, но все равно эти демонстрации нужно получать разрешение. Вполне возможно, они, если будут получать эти разрешения, тогда они будут идти в каких-то рамках. Может быть, в конце концов, будут конкретные требования, на которые государство или пойдет, не пойдет, но, по крайней мере, они будут с кем-то общаться. Свин, скажи, пожалуйста, у меня к тебе вопрос. Я просто буквально еще одну ремарку о том, что сказал Саша. Может быть, как раз, отвечая на мой вопрос, ты это все и делаешь. Ну, пожалуйста. Короткий вопрос. А на твой взгляд, понимает ли сама эфиопская община, чего она хочет? Хороший вопрос. Я все-таки начну с ремарки. Право проводить демонстрации, выражать публично свой протест, является неотъемлемым гражданским правом. Полученное разрешение или не полученное разрешение, это вопрос бюрократический. Поэтому для меня он совершенно имеет второе... Разрешение получают не на проведение демонстраций, а разрешение на выделение определенного места и времени. Это вопрос бюрократический. Теперь, по поводу того, знают ли они, чего они хотят. Я в этом далеко не уверен, что они знают и понимают, чего они хотят. Иначе бы мы уже видели список их требований, которые бы они опубликовали. Я даже больше скажу. Я думаю, что вот этот случай с избитым солдатом эфиопским, это тоже был просто триггер. И реального отношения к этой волне протеста он тоже имеет минимальное. То есть, да, это был какой-то некий триггер, некий курок, на который нажали, и вот все это дело покатилось. Кое-кто это использовал, как триггер. Или кто-то это дело использовал. Я еще раз говорю, если бы это было нечто искусственное, проблемы бы не существовало, не вышло бы такое количество народу принимать участие в этой акции протеста. Раз они вышли, значит, проблема существует. Почему говорят, почему русские не выходят? Ну, не выходят, значит, проблемы не существуют, значит, у русских все хорошо. Ну, что я могу сказать? Саша, у меня к тебе другой вопрос. Скорный вывод. Да, может быть, спорный вывод, да, об этом мы тоже много говорили, почему русские не выходят. Работают просто, некогда им. Бог с ним занимается. ФИОПы тоже работают, кстати. Вы можете сказать, что они не работают. Они как раз работают. Ну, да, ну, хорошо, я промолчу. Саша, скажи, пожалуйста, вот не кажется ли тебе не совсем нормальным отношение нашего общества к тому, что кто-то иногда бывает, что позволит себе покритиковать какую-то общину, может быть, выразить какое-то несогласие с ее действиями, и тут же на него вешаются ярлыки с расистом и прочее, нечто подобное. Скажи, неужели в израильском обществе преобладает такое мнение, что, ну, как бы, Фрейда давай вспомним, как он говорил, сигара, иногда это только сигара. Смотри, если вспоминать вот эти все волны Алии, первое, если вы помните, была идея создания так называемого плавильного котла. Надо забыть, откуда ты приехал, и здесь мы выплавим нового какого-то еврея, нового израильтянина, который будет впитывать в себя вот эту израильскую культуру, забыв все обо всем. Прошли годы, этого не получилось. Все равно каждая Алия, каждая волна встречала следующую с презрением, навешивая ярлыки, и, кстати, мы в свое время попали, после нас пошла другая волна и так далее. Значит, начали строить так называемый кибуз-голуэт, да, объединение вот этих всех культур. С одной стороны, это очень здорово, когда ты берешь только, как говорится, положительную составляющую. Есть праздник Мимуна, сейчас уже Новый год отмечают, то есть все люди, которые привезли свою какую-то, не свою ментальность, а ментальность того народа, где они жили, и праздники, и обычаи, здесь это отмечали, это было красиво, это здорово. И у меня, у моей дочки, муж, он выходец из Таймана, из Йемена. Очень интересно было, когда свадьба была, там вот группа шкинози и группа выходцев из Йемена. Так интересно отличались, но все находили общее, о чем поговорить, если интересно было и так далее. То есть, когда положительные моменты, это очень хорошо, это очень интересно. Когда есть какие-то проблемы, к сожалению, в Израиле и социально-экономические вопросы стоят, у нас вопросы безопасности, которые никогда не сходят с языка. Арина Криво, мне кажется, что это еще проблемы воспитания внутри семьи. Значит, это третье. Первые два – это общие. А есть еще, ты просто снял из языка, есть еще, как человека воспитывают дома, когда приходит маленький ребенок со школы или с детского сада, и он видит что-то не то, которое у себя. И вот вопрос ребенка, а что это такое, как к этому относиться, очень важно, как реагируют родители. И тогда он воспринимает это как нормальное, что-то новое и интересное, или как чуждое, от чего надо сторониться. И вот эта третья составляющая, мне кажется, она бывает, что перевешивает первые две такие объективные – социально-экономические и проблемы безопасности. Но в любом случае, когда есть какая-то, например, какая-то общая напряженность в обществе, то в первую очередь смотрят на людей, которые не такие, как они. И тут очень многое зависит от этой третьей составляющей, будем говорить, от культурной составляющей. И здесь, к сожалению, у нас иногда очень сильно бывает хрома эта составляющая. Вопрос у меня, друзья, к вам последний, для вас обоих одинаковый. На днях было объявлено, что председателем парламентской комиссии по линии абсорбции стал репатриант из Эфиопии Авраам Нагоса. Он, кстати, претендовал на пост министра абсорбции. Вместе с тем, тут же практически одновременно с этой информацией появилось сообщение, появилось в ивритской прессе или на английском даже языке, по-моему, я читал, видел это интервью на английском, почему-то языке, в интервью с полицейским, оказалось, что это русский полицейский, который тогда вступил в конфликт с тем самым солдатом, с которого, то, что послужило, ты сказал, триггером. И полицейский рассказывает историю эту совсем по-другому. То, как произошло. Объективно, если посмотреть даже кадры, которые в интернете в открытом доступе, можно увидеть, что как раз не полицейский первым начал этот конфликт. Скажите, пожалуйста, комиссия по Алии абсорбции должна по-новому подойти к рассмотрению этой ситуации с тем, чтобы попытаться помочь и объективно оценить действия полицейского цвя. Я не уверен, что комиссия по Алии абсорбции должна заниматься этой историей. Эта история должна заниматься полицией, отдел полиции. Полиция уже занялась. Они уволили, тут же не разбираясь, уволили полицейского. Во-первых, если он считает, что вы несправедливо уволили, он может подать жалобу. Эта жалоба тоже будет рассмотрена. Он может добиться пересмотра этого дела. Я не думаю, что этим должна заниматься комиссия по Алии абсорбции, потому что она действительно никакого отношения к этой всей истории не имеет. И патрианты, и тот, и тот, и пострадавшая, и стороны. Если комиссия будет обсуждать каждый конфликт между репатриантами из разных стран, то у них просто не хватит времени на действительно нужные вещи. Я просто хотел еще отнестись к тому, что сказал Саша. У нас действительно страна, общество, которое формировалось вот такими вот волнами Алии. Но давайте при этом не забывать, что эфиопская Алия, она была по-своему уникальна. Это люди, которые сделали прыжок в 2000 лет. Это нелегко. Это огромный совершенно психологический стресс. Они не виноваты, что они так жили, что они там родились и так далее. Это очень большой стресс для человека, который попадает в другую сторону. Поэтому у этой общины есть свои специфические проблемы, такие как насилие в семье, даже убийства и так далее. Есть. Я не буду сейчас просто всю эту тему развивать. Именно поэтому многие наши соотечественники возмущаются, что им дают какие-то льготы больше, чем, скажем, репатриантам из других стран. На мой взгляд, это очень оправданно, потому что им было труднее всех. Именно вот в этом смысле. У них почти не было интеллигенции. Какие-то единичные там единицы, которые приехали из Адис-Абебы, основная масса 99% это были африканцы. Шоу Мула был замечательный депутат. Я не говорю про депутатов, я говорю, что эта интеллигенция формировалась уже здесь, она появлялась уже здесь. Тем не менее, эта община прошла очень большой путь. Первая волна была в 80-е годы, вторая в 90-е, но они прошли очень большой путь. И поэтому мне кажется, что существование вот этих всех антидискриминационных программ, даже пусть какие-то льготы выше, чем всем остальным, оно в общем-то оправданное и нечего здесь обижаться. Я думаю, что вряд ли бы наши соотечественники согласились бы с ними поменяться. Тем не менее, давайте признаем, эфиопы работают, они служат в армии, не уклоняются, они все являются абсолютно лояльными гражданами Израиля. И давайте к ним относиться так же, так как они этого заслуживают. Ну, опять же, я промолчу, потому что цветы не хуже меня, значит, была статистика, как они служат, сколько, каков процент дезертиров из армии в эфиопской общине, сколько из них находится в тюрьмах и так далее. Это не говорит в пользу этой общины. Да, но это говорит в пользу того, что ЦВИ говорил до этого, что им пришлось перескочить тысячелетия, и это издержки вот этого скачка. В тюрьмах сидят не те, кто перескочили тысячелетия, сидят в основном те, кто воспитывались, родились в Израиле. Родители еще с той ментальностью, которые делали скачок. Тем не менее. Спасибо, друзья, за этот откровенный разговор, за это мнение. А мне вот в конце вспомнилась почему-то сцена из замечательного фильма Квентина Тарантино «Джанго освобожденный». Может быть, вы помните разговор одного из главных персонажей, Шульц, такой охотник за головами, он спрашивает Джанго, которого он освободил, фактически спрашивает, тебе нравится, я процитирую, «Джанго, тебе нравится быть охотником за головами?» спрашивает Шульц. А Джанго ему на это отвечает, «Убиваешь белых и тебе за это еще платят?» Конечно, нравится. Но, в принципе, это к назначению Авраама Анагоса, представителем Позорской комиссии по Алиэксорбции, не имеет никакого отношения, просто фильм очень поучительный. Спасибо вам за внимание, всего доброго, до новых встречи. Субтитры создавал DimaTorzok